В рамках визита делегации в этот день между Сайпро Групп и итальянской компанией RCS Sports & Events, являющейся одним из организаторов турнира Jira Detalia, был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает совместные усилия в организации мероприятий и турниров по велоспорту в Узбекистане, разработку маркетинг-стратегии организации визитов звезд турнира такой величины, как Jira Detalia в Узбекистан. Далее члены делегации приняли участие в пресс-конференции, на которой подвели итоги своего визита. На протяжении всего дня не раз говорилось о создании профессиональной команды. А что в целом это нам даст? Это очень хороший вопрос. В первую очередь появляется возможность участия во всем календаре UCI и представлять свою страну с надписью «Узбекистан» у себя на груди. Это хорошая и важная реклама для вашего дома. Или, например, кому-то понадобится реклама. В таком случае они будут спонсировать вас. Итак, как скоро появится эта команда? Есть ли стратегия по ее дальнейшей деятельности? На сегодняшний день команда прошла регистрацию в Министерстве юстиции. Принято соответствующее постановление Кабинета министров о ее деятельности. Мы разработали стратегию команды совместно с зарубежными специалистами. Основная база будет в Словении. Проводим переговоры с представителями этой страны. Предварительная дата начала работы команды – 2022 год. В свою очередь, существующую сегодня в Узбекистане инфраструктуру и высокий уровень организации велозаезда положительно оценил и Фабриция Дамико. Но, по его словам, нам еще есть куда стремиться. Я верю, что первым большим шагом станет проведение больших международных турниров, профессиональных велогонок здесь, в Узбекистане. Тем более, что уже есть успешный опыт проведения чемпионата Азии. Почему бы не постараться наладить проведение профессионального тура Узбекистан, который раскрыл бы весь потенциал вашей республики? И здесь есть огромный плюс для развития экономики. Эта цепочка охватывает производство, служит созданию новых рабочих мест, приумножает туризм. Да и в конце концов, это социальный скачок, ведь все мы знаем, как велоспорт может объединять людей. Специалист представил вниманию собравшихся презентации, поделившись опытом в организации различных международных турниров, а также рассказал о том, как в Объединенных Арабских Эмиратах функционируют школы по подготовке велоспортсменов, с чего, безусловно, стоит брать пример.